На две недели без связи и интернета Коряжемский поисковый отряд мужества в ожидании очередной поисковой экспедиции. В это воскресенье он отправляется в Карелию, чтобы принять участие во втором этапе вахты памяти. Место дислокации поисковиков Кестинга – один из старейших поселков Лоуфского района. В годы Великой Отечественной войны он был оккупирован немцами. Весной 1942-го в этих местах проходила масштабная наступательная операция советских войск Карельского фронта. Место для нас новое. Мы впервые туда выдвигаемся. Будем работать там непосредственно по какой-то конкретной операции. Это, наверное, скорее всего, приурочено к Кестинской наступательной операции. Северодвинские поисковики говорят, что там очень большие потери были. Вместе с коряжемцами в рядах поискового братства – жители Санкт-Петербурга, Вельска и Великодского округа. Причем не только взрослые мужчины. С этого года в составе отряда мужества два ученика второй коряжемской школы – Владимир Ерыгин и Максим Гарцев. Активисты поискового патриотического клуба «Следопыт» – постоянные участники поисковых экспедиций на Низовку, где удается находить детали АРС-аней. Подтверждение тому, что в годы Великой Отечественной коряжма готовила экипажи этих стремительных боевых машин. Я еду в Карелию в первый раз, вообще в экспедицию первый раз. В Карелию я никогда не был. Ожидаю от нее новых находок интересных, новых знакомств. Соберутся поисковики со всей России, с разных регионов. Будем делать одно дело – искать солдат. Нельзя, чтобы солдаты просто так лежали в земле. Надо, чтобы они всегда были захоронены. И было очень хорошо бы, если бы еще находились родственники у всех. Это будет моя первая поездка в Карелию после поездки в Ленинградскую область. Я, конечно, жду, что я там найду своего первого полноценного солдата. Хотелось бы еще, чтобы с медальоном был и найти его родственников. Для Володи Ирыгина это будет уже вторая двухнедельная экспедиция. Весной этого года он в составе отряда мужества принял участие во Всероссийской вахте памяти на Синявинских высотах. В местах, где 80 лет назад шли ожесточенные бои за город на Неве, нашим ребятам удалось обнаружить и поднять останки семи бойцов. Первая экспедиция запомнится школьнику и священным ритуалом. Володя, как дебютант вахты памяти, прошел посвящение в поисковики. Оно состоит из этапов, в которых мы проходили со своей командой, держась за руки. Вот мы бегали, канатная дорожка была, проползти, найти еще помкаски, котелки надо было. И самое финальное было проползти под грязью, бревно под грязью поползти и проплыть ров. Честно, было холодно и никуда не хотелось. Но после того, как раскупался в холодной воде, стало сразу тепло и хорошо. Так мне там все очень-очень понравилось, все дружные. В республику Карелия поисковики отряда «Мужество» ездят с 2014 года. Как результат, десятки поднятых героев Великой Отечественной. Через два дня коряжемцы вновь сядут в машину, чтобы преодолеть более тысячи километров к месту поисковой экспедиции. Удачи вам, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!